Назирать за детьми, якие народились ранее, чем треба. У Гомеля плануется открыть кабинет Катамнеза. Тут будут оказывать медицинскую допомогу хлопчикам и девочинкам, которые появились на свет с низкой и экстремальной низкой массой тела. А так само тем, кто находился в критичном стане в раннем неонатальном периоде. А тем, насколько необходимы системы охоты здоровья областного центра, таки кабинет, доведалась Марина Джалая. Кабинеты Катамнеза есть только в Минске и Могилеве. У Гомеля плануют открыть в ближайший год-два. Основная задача – сделать одну базу даденых, где для специалистов станет доступна вся информация об недоношенных детях. В кабинете будет работать всего один педиатр, где его с любыми медицинскими проблемами и питаниями смогут звертаться батьки с детьми до 18-ти годов. Мытой работы кабинета Катамнеза станет профилактика хронических захворюваний, связанных с природной и перинатальной патологией. Тут же будут диагностоваться ГТ-порушения и выращаться проблемы, которые перешкоджают нормальному росту и развитию детей. Недоношенные дети несколько отличаются от доношенных, от других детей. Поэтому они требуют более тщательного наблюдения. В дальнейшем, после выписки старых этапов выхаживания, они требуют систематизации данных об этих всех детей. С этой целью открываются кабинеты Катамнеза. Разом с Вольгой Крэш мы отправляемся в новую Гуту. Тут побачь с домом нас устрокая маленькая Полина. Девчонка любит малювать, тому подарунок – великий набор для творчества, а в якости удячности – пешчотные обдымки. Девчонка ведет гостей в квартиру и тут же демонстрирует выники своих шматликих досягнений и талентов – малюнки, дипломы, медалей. Шикарно, мне больше всего она и понравилась. Можно, да? Все, это будет моя. И подписана Полина. Шесть годов тому Полина заявилась на свет у Гомельской городской клинической больницы номер три. Важила девчонка у сего килограмм 270 граммов. После родов и молодая мать, и дочка отрапили у реанимацию. Дитя было долго чеканным. Батьками пара мары ластать пять годов. И вот, когда нарештый суд сдарился, все пошло не по плане. Полтора месяца довелось провести у больницы. Покуль выходили и подрастили малышку. Потом з'явились новые проблемы со здоровьем. Вырошать их пришлось целых три годы. Нарештый все засталось уминулым. Але узгадывать об темпрос, что довелось пройти, олене, Полиной маме и зараз непросто. Когда я в реанимацию пришла у себя, спросила у врачей, где мой ребенок. Мне сказали, что она находится в реанимации, тоже в детской, в тяжелом состоянии. Я спросила, будет ли она жить. Мне ответили, что никто не знает. Об этом знает один Бог. Когда я ее первый раз увидела, я потеряла сознание. Врачи меня приводили в чувство и сказали, что больше к ней не пустят. Потом мы познакомились с Ольгой Зиноновной. И она мне каждый день говорила, рассказывала про нее. Что она сегодня съела три капельки питания, потом семь капелек, потом десять. Полтора годы тому семью, у которой, сдавалось, все дрэнное засталось уминулым, нападкало не счастье. Раптоно помер тата девчонки. Алина попросила дачку проспевать песню про батьку. Але Полина разгубилася, бо вельми сумуя по им. Выконала для нас иншую песню. Ведь теперь наш мир совсем другой. В этом мире я немножечко добрей. Дай мне руку, мы с тобой уличим скорей. Кожный год у Гомельской области народжается калет тысячи недоношенных детей. Это калет 4% от всех новонародженных. Недоношенными лечатся немовляты, которые заявились на свет на термине тяжеленности от 22 до 37 дней. Летность, например, самым маленьким пациентом Гомельской городской клиничной больницы номер 3 был хлопчик с вагой 430 граммов. Все лето 840-граммовая девчонка.